В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте! Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги дня. Два месяца в СИЗО или 10 миллионов гривен залога. Такую меру пресечения избрал Печерский суд столицы начальнику Южного управления капитального строительства Министерства обороны Василию Ракулу. Его вместе с бывшим детективом НАБУ Романом Ковтаном подозревают в вымогательстве взятки в размере 1 миллиона долларов США. Глава Южного управления капитального строительства Министерства обороны Василий Ракул, которого подозревают в коррупции, вместе со своим адвокатом с самого начала заседания был против внимания СМИ. Я вважаю по-перше. Статья 2222, носит оперативный характер, чётко вказывает про недопустимость разголошения в видимости судового расследования. И у того, что есть, я прошу обратно внимание, что материальные попытки вместят в суде протоколы про проведение негласных следовательных действий. Но сейчас назначенные протоколы не высекречены. Однако судья позволила журналистам работать в зале заседаний. А прокурор передал суде новые документы, относящиеся к делу. На 19-й ракушах сам протокол полосу по заливанию и копия доверенности была вывлечена. Она отличная, примерная, для удовольствия. Заседание длилось около двух с половиной часов. Судья объявила меру пресечения. Василий Ракул будет находиться под стражей до 23 сентября 2021 года. Заседание об отстранении фигуранта дела с должности состоится позже. Напомним, глава Южного управления капитального строительства Министерства обороны Василий Ракул и экзотектив НАБУ Роман Ковтун, по мнению следствия, требовали 1 миллион долларов США у строительной компании. В обмен на деньги мужчины предлагали решить вопрос с победой в тендере на строительство жилья для военнослужащих и членов их семей в Одессе на улице Рассвета 47А. Айсель Маминова, Богдан Красавцев, Седьмой канал. Два моряка, которых освободили в Грузии, вернулись сегодня в Одессу. Напомню, в ноябре прошлого года Батумский городской суд приговорил яхтсмена Владимира Диченко и Юрия Хомича к четырем годам лишения свободы за незаконное пресечение границы. Их освободили на основании акта о помиловании, который подписала президент страны Соломезу Рабашвили. Мужчины провели в тюрьме 8 месяцев. Адвокат моряков неоднократно заявлял, что его подзащитные не делали ничего незаконного, а их задержание было обусловлено политическими мотивами. Пытались выдавить с нас признание вины, сделать нас в чем-то виноватых, упрекали в каком-то политическом заговоре, что-то пытались найти, всяческими способами пытались нас надавить, чтобы мы подписали процессуальное соглашение, торговались с нами насчет процессуального соглашения. Потом пытались напугать в конце концов сроком. Ну, напугать тоже не получилось, срок дали, мы от помилования отказались. И у них было право нас помиловать принудительно. Полиция задержала мужчину подозреваемого в организации взрыва в почтоматах новой почты в Киеве, Одессе, нашли его в Черновцах по месту жительства и доставили в Оболонское управление полиции, где с ним проводят следственные действия. Во время обыска в дому мужчины нашли элементы самодельного взрывного устройства, прибор для подавления GSM-сигнала. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет. Огромные трещины в фундаменте и стенах. Все это последствия застройки в рыбачьей балке 1Г, жалуются местные жители. Один из них Игорь Далматов рассказывает. По соседству сейчас возводят пятиэтажку с паркингом. Из-за этого на доме мужчины начали появляться трещины. После вырытия котлована, который был не укреплен, а было вырытия, мой дом нагрузкой ушел в сторону котлована. Появились трещины. Появились трещины и в фундаменте, появились трещины в доме. Продолжаются работы. Даже сегодняшний день они подняли шум, что им нужно делать подпорную стену для укрепления моего дома. А что же вы не думали раньше, когда вы начали котлован укрепить все это, а потом делать работы остальные. Сейчас они заливают паркинг и говорят, что это укрепление подпорной стены мне и моего соседа. Застройка незаконна, уверяют местные жители. Согласно градостроительным условиям, там должны были возвести три дома на две семьи. Именно на них ГАСК выдал разрешение, рассказывает представитель местных жителей Оксана Колотенко. Однако застройщик решил иначе, добавляет адвокат. Они строят многоквартирный дом на 70 квартир с паркингом. Решением суда первой инстанции 4-8-2020 года запрещено проведение каких-либо строительных или ремонтных работ Окуневой, Олесе, Андрусику и Общество с ограниченной ответственностью Амаренц. Однако в нарушении данного решения проводятся строительные работы. Строительство клубного дома «Филичита» в судебных заседаниях они заявляют о том, что это блеф наш, что мы это все выдумали. Однако и агентство недвижимости отправили мне по запросу проект договора, где продаются квартиры в этом доме. «Человек-не-товар» – акция с таким названием прошла на Косовской 2Д. Участники мероприятия раздавали прохожим гелевые шарики с надписями «Стоп! Человек-не-товар», а также браслеты и различные буклеты. Все ради того, чтобы привлечь внимание к проблеме торговли людьми. За последние 10 лет от нее пострадали 970 украинцев, однако это только официальная статистика, которая очень далека от реальности, утверждают эксперты. В 2021-м статус пострадавших от торговли людьми получили трое жителей Одесской области. «Людина-не-товар, зупинено торговлю людьми!» «Это злочинные группирования, они очень хорошо понимают на психике людей, они понимают, что говорить, как говорить, какие картинки показывать. И люди самовольно принимают решение, скажем, укладывать угоди с такими структурами. Но когда они перетинают, и первое, что им говорят, вы даете паспорты, это означает того, что людей будут использовать в рабстве». Занизила цену товара из Китая на 7 миллионов гривен. Бывшую сотрудницу Одесской таможни подозревают в том, что в январе этого года при осмотре контейнера с телефонами, одеждой, игрушками и другим китайским товаром стоимостью 11 миллионов гривен она указала цену всего 4 миллиона. Таким образом, компания-импортер сэкономила на уплате пошлины более полутора миллиона гривен. Правда, контрабанду все же конфисковали, а бизнесменам придется заплатить более 2,5 миллионов штрафа. Если вину работницы таможни докажут, ей грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на аналогичный срок. Археологические исследования начались на месте массовых расстрелов 1937-39 годов на шестом километре Аведиопольской дороги. Занимается раскопками военно-исторический клуб «Воинская доблесть» под эгидой Института археологии Национальной академии наук Украины. Напомню, в 2007 году на этой территории нашли останки 1086 человек, которых впоследствии перезахоронили. Ученые говорят, чтобы установить, сколько еще тел находятся под землей на месте массовых расстрелов, будут исследовать территорию методом чурфования. Сейчас, чтобы уже поставить точку, наконец-то, с этим объектом, мы сделаем поезд полностью по всему периметру, поисковую работу. Здесь приедут волонтеры со всей Украины. Это будет как такая межукраинская вахта. Здесь будут поисковики с Днепропетровска, с Кривого Рогом, будут приезжать с Киева. Ну, короче, вахтенным методом это все будет происходить. Несколько тонн воды в день, а еще специальный рацион получают животные в Одесском зоопарке, когда на термометре 30 градусов тепла звери нуждаются в особых условиях, рассказывает руководитель зоологического парка. Почти в каждом вольере есть бассейн, где вода циркулирует и поэтому не нагревается. Несколько раз в день меняют и питьевую воду, также животные всегда могут полежать в тени. В зоопарке говорят проще, жару переносят копытные и птицы, а хуже большие кошки. Вода в поилках меняется несколько раз в день, вода всегда свежая, всегда чистая. У слонихи нашей вообще проточно идет просто постоянно. Она себе делает грязевые ванны, то есть набирает воду в хобот, делает из грязи кашу, из пыли кашу с водой и потом делает себе примочки такие грязные. И таким увидели этот день корреспонденты седьмого канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-32-26. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся. До скорой встречи.